Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добрий Добрий ДимаTorzok Добрий ДимаTorzok Добро времени суток ДимаTorzok ДимаTorzok Диакова Волок ДимаTorzok 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 Я хочу помереть, уже зная, что без науки, без чиновников в каждом саду, а ведь просходится по стране, будут саженцы, которые предки моих саженцев, дети моих саженцев, внуки моих саженцев, правнуки моих саженцев. Вот. Пусть вегетативная, пусть сенцевая, заполонят всю страну и будут в каждом деревне, в каждой даче. Ну, естественно, кроме науки, они же не опустятся до того, чтобы иметь лучшие сады в России. Зачем это надо? Придется прививать, а они прививать не собираются. Дмитрий, здравствуйте. Планирую купить участок под абрикосы и перчики. Книги ваши заказал, читаю, видео просматриваю. Вопрос, что я сейчас могу сделать? Я так понял, сезон посадок прошел, нужно было садить весной. Да, сезон посадок прошел. Я не собираюсь вам навязывать то, что у меня осталось там поздновато. Я не хочу быть предателем. Есть, но продавать вам не буду. Выброшу. А для вас теперь так. Значит, есть люди, которые все хотят сами. Можно купить сухих семян хоть сейчас. Ценейшие вещи, ценейшие семена. Хоть сейчас. Вот, относительно дешево. Или ждать осени и ждать урожая 24-го года. Это дело за вами. Так что вопрос сейчас, что я могу сделать? Купить? И меня поддержите, а меня до осени дожить надо. Вот. Или семени будут. Но если я сейчас умею садить сыр, если я вам высылаю каждому, кто у меня купил семена сухие, или неважно какие, сухие, если все равно, я высылаю несколько роликов. Терпения хватит их посмотреть. Ведь проще нет ничего на свете. Положить на сертификации вовремя, вовремя сертификации. Сразу поле. И вот этот вот никак не могу преодолеть. Опять тоже мы не дошли до этого. Ну, не дошли, не успели. Я люблю поговорить. Вот результат. Так вот, там ниже опять. Ну, что ты будешь делать? Майя держит в холодильнике. Кто тебе сказал, что надо держать в холодильнике до распускания? Которые могли проснулись. А остальные должны проснуться уже, будучи высаженными. И вот это плохо. И промежуточность. Это болезнь какая-то. Я посадил горшок. Потом пересадил. Зачем горшок? Он проклюнулся. Посадит его на постоянное место. Я показал сотни фотографий. У них еще сотни, которых вы не видели. Фотографии идут со всей стороны. Сейчас же время такое. Пять минут и все. Фотографии на целый вебинар. Это, извините, я вас ругаю. Зачем вы так это? Ну, ведь спросите в крайнем случае. Ведь вспомните. Да, вы задержите, ждет, когда проснется. Так, получили? Так, Дмитрий, решайте сами. Сейчас большая скидка или осенью? Я бы сейчас на вашем месте купил. Чусовской. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно ли прививки оборачиваться пленкой, чтобы сохранить влагу? Если да, то на какой срок? Понятие оборачиваться пленкой. Сами прививки я ничем не оборачиваю. Только место прививки. Там где-то два косых среза. Вот, или расщеп. Вот это я обматываю. Дальше. Если саженец молодой совсем, ну, например, от карандаша и до вот такого вот, я прививаю у самой земли. Как можно ниже. Это очень важно. Это один из принципов современной пересадки и современной прививки по железу. Именно так. У самой земли. У самой земли. Вот. И тогда получается, что надо накрыть, возможно, накрыть самое удобное это полиэтиленово. Бутылкой прозрачно без дна. Просто поставить сверху и все. Вот так. А если все-таки в скелет, многие говорят, так, ну, нет у меня, ну, я же не могу купить, а вдруг у них нет. Они не горят, что я не доживу, они горят, а вы можете мне на следующий год, когда я выращу потом? Я говорю, не ждите, когда я буду жив, я и сам не знаю. Вы просто возьмите и плевайте на что попало. Купили абрикосы, купили сливы черненькие, тычьте на терн, на терносливу, на эту самую, на лучу, на абрикос, на абрикос, на что угодно, на венгерки, на венклоды, лишь бы только зацепиться, чтобы потом с него и своего сердцеточку взять. Есть среди вас такие, но мало. Так, идем дальше. А сохранить влагу, а какой срок, если говорить, я где-то месяц держал в скелетной прививке, это просто полиэтильные мешочки одевал. Причем так неплотно, чтобы все-таки дышало. Все-таки меньше ветром обдувает, меньше высыхания идет. Пока это место, пока сок пойдет выше прививки, чтобы все-таки сохранить влажность внутри пакета, а значит и влажность внутри привитой части. Вот это привитые венчики. Вот так я скажу. Значит, скинет где-то месяц, и прививка у земли тоже где-то месяц. Ну, а дальше зависит от того. Солнце жгет, снимай. Вот. Ну, и так далее. Так, Игорь, здравствуйте. Александр, пищевой пленкой оборачивает, помогает, если уже почки на черенке тронулись. Почки потом рвут пленку сами. Наматывают неплотно на весь черенок несколько слоев, чтобы не было эффекта бани. Значит, ведь про пищевую пленку, Александр, ничего не скажу. Наверное, у вас есть опыт. Послушать для вас, товарищ Чусовской, это уже его решать. Я просто так полиплинкой не обматывал, но у вас, наверное, опыт есть. Лоба совсем теплого вечера. Так. О, письмо пошли. Снегирёв. Здравствуйте, Валерий Касимович. Прошу подсказать, как быть, если привыка пошла в рост, но внизу от корней идут побеги. Иногда и более здоровы, чем на прививке. Ещё бы. Конечно, они должны быть более здоровы. Их просто оставить или прищипнуть? И второй вопрос. Что делать, когда не пошла прививка, а на от корней пошли ростки? Оставлять, как пробку, прямой или убирать и замазывать? Значит, давайте по порядку. Вы тут на полвебинара мне вопрос задали. Я постараюсь коротко и по делу. Первое. Я замечал, что самые лучшие прививки, это когда она сразу выше прививки, выше сращивания, пошла мощно в рост, и никаких на подбое, никаких веточек этих, вдогонку, с нижней части. чаще всего бывает, тоже они есть, особенно когда, возьмите наш питомник, вот, уже в основном подбое и привое срослись друг с другом, более-менее преодолена биологическая несовместимость, и всё-таки уже не вот так вот мощно идут подбое. Это значит, что привой, даже если прижился, оно плохо, потому что подбое он начинает давить, это крайний случай, или мёртвой, мёртвой прямой, тогда подбой попёр. А бывает, слабовато, но идут. Большая часть всё-таки на себя соком взял прямой, удачная прививка, всё, и сделано хорошо, и с точки зрения, значит, технической хорошо сделано, и биологическая несовместимость достаточно. Но сбоку идут эти обламывайте их. Есть такой момент, когда идёт и подвой, и полевой. И вот тут-то я иногда думаю так, что будет дальше, неизвестно. Если взять подвойные сливы, допустим, кто-то купил саженцев у Сергея, или кто-то купил у меня косточки слив на подвой, на подвой, и косточки абрикосов на подвой. Вот. И тогда получается, как я часто рачу, и такую ветку, и такую, и подвойный полевой. Почему? Да потому, что я не то, что люблю повыёживаться, а мне интересно, что будет дальше? А как повлияет подвой на полевой, а как повлияет привой на полевой, а просто есть любопытство. Вот. Если вы знаете, что там уссурийская груша, её до плодов, не дай бог, довести, вы потом плеваться будете. Значит, нужно её держать в чёрном теле. Вот пошла ветка, да, вы проворонили, пока маленькая обломали. А когда она уже вот такая метровая, ой, похватился, тогда вы отрезаете, ну, не полностью, иначе рано будет там, прямо на штампе, подвойном. оставляете вот такие вот сучки. Вот. Это я почти ответил на ваш вопрос, так? Вот. И ещё надо учитывать то, что часть из вас, некоторые из вас, будущее Зелезово, будущее Латинково, будущее Мичурино. То есть, а пусть себе растёт веточка боковая, а она мне даст потом такие семена, а я потом это, возьму их, посажу, а они уже с прибоями уже совместимы, и у меня будет своя уникальная коллекция подвойная, плоды есть, семена есть, подвои есть, я ещё выращу подвои, уже свои, вот, и у меня будет питомник, да какой, да у меня будет, я тысячу штук привил, у меня 980 пойдёт, и это не те южное дерьмо, которое вот мне сегодня звонило, представляете, какая наглость, а вы продадите, я говорю, я своими торгую, а вы продадите, вот, я всё-таки разобрался с питомника, который мне звонил, ну вы видели, и так, пока объяснил вот так, как мог, смотрим дальше, интересно, что садоводство по железу, там все мои друзья, там все мои подписчики, а они живут своей жизнью, им вебинар по барабану, там идёт своя жизнь, ну мой, мне не так обидно, всё-таки, мой канал, так, теперь, смотрим дальше, ну, Александр, как мог, объяснил, если чё, ещё вопросы оставляйте на второй вебинар, у нас есть вебинар, сейчас, тем более, это не так, не так это уже актуально, время привёк прошло, так, добрый вечер, Семён, Наталья, скажите, пожалуйста, самосевные яблони могут вырасти культурными, у меня есть ролик с участием Чернобаева, вырастил, получились полукультурные, но вкусные, некрупные, но вкусные, зараза, невероятно, вот, у меня здесь, и у меня такой отдельной у меня рубрики нет, ещё раз говорю, я зашиваюсь буквально, вот, мне несколько слов ходит только, чтобы вам, на ваши вопросы ответить, кстати, бесплатно, у меня за всю жизнь было два случая, когда говорили, дайте мне совет, я заплачу, за всю жизнь таких два было чека, отвечал я по 20-30 минут, это моя привычка, и тогда получается следующее, значит, самосевные яблони, они в дикой природе быстро дичают, самое удивительное, это уже мистика, это мистика, но рядом с чеком они не дичают, для меня, пример, значит, моего друга, подчеркиваю, моего друга, который, он на том свете, я горжусь дружбой с Боднером, вот, уникальнейший человек, сколько наука потеряла, приезжали к нему, в линии, этот самый, ой, господи, значит, Борис Осич, вы нам черенки, да мы вам, да мы вам, да мы вам, завали сертификатами, обманывали, так он ушел, ушел страшная обида, ведь у него результат лучший в России, и у него прекрасные груши семенные, у него прекрасные яблони семенные, у него черешня семенная, прекрасная, уже, уже южане бы должны были, когда увидели бы его это самое дерево, 15 метров высотой, в основании вот такое, у меня фотографии есть, метрового диаметра штамп, 15 метров высоты, урожай и сумасшедшие, вот, южане должны были увидеть это все, и все дружно, повеситься на одной осине, все, от зависти, вот так должно было быть, еще и семян, рядом с человеком, семена получаются осень, да и рядом со мной тоже, я вам показывал, Ваулина, который умудрился присвоить все, что я достиг, и не просто присвоить, а сделать из этого сенсацию, видели же вот, двумя часами раньше, идем дальше, огромное говорят, будут дички, да, в основном дички, вот, но еще раз, есть такое понятие, значит, настроение ментора, вот, после настроения ментора, дички уже не будут, у меня сотни фотографий, в других садах, нету дичков, я железом говорю, что все, что мне присылали, я отнес в отдельную папку, я железом говорю, уже не могу иначе, вот, опять клянусь Богом, только культурное, только культурное, семечек, только культурное, а ваши агрономы живут в том мире, где не знают, что такое ментор, насыщение ментора по Мичурины, не знают, отменили Мичурина, но молча, стыдились его отменять, просто, это, похоронили и забыли, вот, насыщение ментора по Мичурину, насыщение ментора по Железу, и все, не дичают, а что я ору-то, разволновался, вы знаете про эти, агрономы говорят, агрономы говорят, это вот, агрономы типа, мучнистей мережики, у Железова смешанный, брат, как они тебе ответили, у вашего брата смешанный сад, значит, у него вырастят, дички и жердели, а это, обман и мошенничество, вот, в глазах, в этих, две совершенно, вы понимаете, это страшное оскорбление, ничего не знать, ничего не хотеть знать, и потом, уже потом, одна из этих двух дам, что написала, не хочу знать, вот это самое страшное, я кандидат на ух, я это, и дальше про его, не хочу знать, вы понимаете, как удобно жить в том мире, где ничего не надо делать, а я опять разволновался, а почему, зачем было вам написать, агрономы говорят, будут дички, всем здравия, подскажите, если в Красноярской плодопитомник поворачивали саженцу, может кто-то из участников вебинара знает, подскажите, там есть Пирогов, там есть Савинич, моя ученица, Елена Садна, вот, дальше, что там, официальное, официальное научное учреждение, оно же, по-моему, саженцы продавало, оно уничтожено, а я что-то растерялся, памяти не хватает, кто там из наших, Пирогов, Пирогов, Савинич, кто-то за меня ответит, а, я и так без памяти живу, сейчас опозорюсь, что неужели, там совсем некому обратиться, Пирогов, Савинич, о боже, ну, кто еще, так, все, я продолжаю, потому что я дальше не знаю, чего, такой вопрос, мне что-то давно не задавали, так, Вера, Нижний Новгород, Олег Христинич, вы пропустили, такое важное, мы в следующем вебинаре, осветите эти темы, покажите фотографии, имею ввиду посадку, костяк нагряда, и правильную закладку, будущего сада, ну, давайте так, Вера, я не упустил, я перенес, на следующий вебинар, почему, у меня одна и та же проблема, я сейчас, фактически, нас так мало, вон, 29 человек, вот, а через неделю будет 300-500, вот, нас так мало, мы ничего сделать не можем, что получается, зря, нет, придет время, и вот это просто, надо будет сжать все, это, воду из этого, вот так, выжать, вот, и сделать уже учебные материалы, первым делом для студентов, если мы не переучим, срочно рассею, у нас ни хрена не будет, как калечили деревья, это, как он научил этих самых девушек, вот, ненавидеть ветки, ненавидеть ветки, растущие вниз, ненавидеть ветки, растущие внутрь, это природой положено, Ольга, Наталья, а, выпускница, это природа заложена, на миллионы лет вперед, чтобы само дерево потом раскрылось, нужно, чтобы был урожай, который раскроет дерево, урожай раскроет, вы что, никогда урожая не было у вас, так что ли, вас научили, вам били мертвое знание, вот сюда, вот, вот сюда, и все, вы говорите, Вера, осветите эту тему, покажите фотографии, все будет, сейчас просто уже, ну, так случилось, что не успел, а во-вторых, ну, уже все, время посадки прошло, ничего, у нас время еще будет, я еще, это, не дождетесь, так, короче, понятно, вот, да, важно, но, в принципе, вот сейчас я начал бы рассказывать про посадку, тут же бы кто-то сказал, да надоело уже, сколько раз про нее уже, про эти холмы, про гряды, про заглубление, не заглубление, уж простите, Вера, так случилось, ничем мы не упустили, Север Карелии, ну, вот и все, вымер свой сад, ой, бля, почти все яблони, половина вишен, груши, в том году был первый хороший, и он же предсмертный урожай, плюс деревья ушли первый раз, зима неподготовленная, удивительно, что не пропшлись даже те яблони, которые были полностью под снегом, но это все равно, для Север Карелии был интересный опыт, довольно хороший результат, какой хороший, какой хороший, а у меня еще новые прививки, так ценно, еще поэкспериментирую, кстати, ваши сливы с костиками, оказались в самой зимостойке, они в основном не подважены, ну, значит, еще не вечер, а, значит, не вечер, раз в моей зимостойке, Сергей, здравствуйте, Омская область, в 20-м году абрикосы, 20 костик, зацвели, но плодов не было, пероцвет, у меня тоже никогда пероцвет не цветут, вы не пасти или нет плодов, или почти нет, в прошлом году абрикосы не цвели, то же самое, как у меня, так было с вами, мы живем-то рядом, но все одинаково, нынче опять света нет, это из-за погоды, другая причина, в этом году у вас получилась, это же то же самое, что у всех, вот, не потерпите еще годик, один нормальный год, и все, что вы сейчас не дождались, все это будет в один год, у вас одна будет говная боль, как у меня, деревья будут гибнуть из-за урожая, рушиться будут, Сергей, потерпите, ладно, так, север Карелии, сувенир Востока, привитый в скелет сеянца, так, ну-ка, 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 сувенир Востока, это значит мой, привитый в скелет китайская слива, значит моя, не вымерз, удивительно, а почему тут удивительно, а что нужно вымерзать, а есть два сеянца сувенира, растут полуметра друг от друга, одна не подмерзла, вторая почти под корень, она и вымерзла, как они оказались более зимостойкие, чем терносливы, потому что от железа, тернослива вымерзла, поняли, да, что на ваши тернослива, Карелия, это все-таки не Сибирь, много интересов наблюдений, пятый год, и снова груша на рябине выжила, о, вот это чудо, я много поливал на рябину, на рогу, и все как положено отмерло, да, положено было отмереть, а это рябина и ваш черенок, опять мой черенок, оказался исключением, я, если не в морозе, да, мой черенок, вы знаете, черенок берем, допустим, кстати, там еще будет письма, а я еще могу и поговорить, хотя качается третий час, смотрите внимательно, значит, я привожу пример, я его сто раз приводил, вот он, Королевский абрикос, его родина Франция, так, вот, берем ветку, Королевский абрикос, с Франции, аккуратненько, быстро, на самолет, пока не, пока не это, не высох, пока не, самолет, вырежет этот самый, скоростной самолет, вот, быстренько, в Абакан, через час он уже у меня в саду, вот, самый быстрый такси, или как там это, и уже привит, Королевский, веточка Королевский абрикос, из Франции, и вот он, Королевский абрикос, ничуть не хуже, чем, тот, который во Франции, плоды, и даже лучше, я их увеличил, я ухватался, вот, но, изначально, и тот Королевский, и тот, тот из Франции, сразу, а этот из Франции, пройдя через мои руки, и, 37 лет пройдет, прошло, в Сибири, теперь тот прививаем, и этот прививаем, отправляем в Карелию, и, смотрим, какой вызовет, какой мы лет, дальше продолжается, по-моему, все понятно, вот, то есть, морозостойкость, уже в генах, раз ветка отрезана, привой, не по двой морозостойки, а привой, который считается, не морозостойким, в моих ветках, морозостойкость, заложена, уже на генном уровне, еще одна, Нобелевка, премия, вот, ну, памятников два не ставят, обычно, ну, памятник, может, побольше мне поставят, если поймут все значение, чего удалось добиться, вот, ну, что еще может быть, книги посмертные сдадут, миллионным тиражом, видите, как я мечтаю, я мечтаю уже о том, чтобы после меня, что-то осталось, чтобы сады были, вот, Мичурина похоронили, сволочи, в прямом смысле, идеи похоронили, как же, это же было не просто так, это же было, Мичурин тире Лысенко, как, через тире Лысенко, да как это может быть, вот, Лысенко, просто похоронили, Мичурина в сторонку отодвинули, неудобно, перед этим хвалили, 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 Мичуринская система, Мичуринская платья, вот, и спрятали его, тихушку, постыдно, и сегодня нет вегетативной гибелизации, наука спит, и ждет, чего ждет, и так уже это, пять раз увеличим количество ладо, в Узбекистане, тутан-то уж, конечно, пять раз увеличат по ставке, фрукта, и еще они многое назвали, знаете как, в Узбеке, экологически чистыми, все, нам выращивать ничего не надо, идем дальше, идем дальше, Елена, мытищей, здравствуйте, Валерий Константинович, нынче угрож подмерзли верхушки, сейчас стоят голые, дерево будет, растение вверх, в сторону, оно вытрясет туда, куда сочет нужным, именно у груш, у них пирамидальная крона, им изначально предназначено расти вот так, вверх, вертикально, и даже когда много веток, они почти все вертикально, отец природы, верхушки подмерзли, естественно, они дадут по бокам ветки, ниже и по бокам, и все равно основное направление не в бок, а вверх, ваше дело ничего не делать, можете даже не обрезать сухие части, просто не подходить к нему, оно восстановится, понятно, Елена? Кто приедет, и возьмет секатор, пальцев вам это, так, Сергей Кузнецов, ВК, подскажите, а Елена Сависович, продавец, садится сюда, как с ним связаться, так, значит, я одно знаю, что Сависова продает, вот, продает компаниями, не каждый день, как вот, допустим, Сергей может, он же показывал свежие фотографии, нет, не так, просто сильно много дел, сильно много проблем, вот, а был у нее период, там, допустим, называется это, например, выставка продажа в каком-то этом, там, весь город торгует, и весь город покупает, и вот она, берет, значит, эти самые, даже бывает, выездная торговля, по-моему, где-то в каком-то городе, уже забыл, раз, и два, это то, что в Красноярске, какой-то там, павильон, выкупает место, а там саженцы, того, 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 не только саженцы, деревья, может быть, кустарники, может быть, даже эти цветы, я не вникал, но смотрелось, фотографии прислал, смотрелось красиво, очень нарядно, и там она продавала, это все, если бы мне, а потом, отдельно, значит, никаких секретов, получается, она такая торгашка, как я торгаш, сейчас я мой телефончик продиктую, вот, а дальше разбирайтесь сами, что продает, по чем продает, сейчас, у меня телефончик будет, вот, я еще спасибо сказать, если еще, это, еще что-нибудь требую, как у нас в Украине говорили, фляжку стребую, да, вот, фляжку, так, фляжку, 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 где-то у меня, я такой случай не упущу, может, правда, что-то для нее купить, ну, сейчас, может, поздновато, но, но сам факт, Елена Александровна Савинич, 8-999-440-06-31, пожалуйста, бриться, вот, все, я на ваш вопрос ответил, даже доволен, не только вы, повторяю, раз на голос, лучше повторить, 8-999-9, нет, я вообще нудный, я хохол, 8, 9-999-9, если раз не помешает, так, 440-06-31, вот она, телефон, отправить, я вам отправил телефон, 440, вроде все правильно, так, получается, что, поговорите с ней, по-моему, она до сих пор, по-моему, она до сих пор, по-моему, Chip, по-моему, по-моему, где-то, по-моему, и ты мест Management cosa,